здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала рада приветствовать вас меня зовут татьяна и сегодня я займусь пересадкой своей азиатской орхидейки которую я получила два года тому назад это полинопсис гваделуп пенеда я не раз показывал в своих обзорах цветения этой орхидеи у меня дома она нарастила цветоносик потом дала 2 цветоносик сейчас она отращивает молоденький листик вот такой очень красивый глянцевый округлой формы и находится она у меня вот в таком пластиковом пол-литровом стаканчике пищевом и нарастила корневой ком достаточно вот такой огромный 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 корневой ком и требуется ей пересадка посмотрите как развилась корневая система у данного фаллинопсиса ему стало тесновато стаканчик весь распирает я хочу ее пересадить и приготовила ей вот такой горшочек 15 диаметра и поселю ее в этот горшочек на новое место жительства определю я думаю что и будет вольготно корешочки расправлю и заправлю ей воздушные вот эти корешочки в посадку постараюсь будем дальше наблюдать как она будет расти и развиваться ну что ж для посадки данного фаллинопсиса я буду использовать традиционные все свои ингредиенты это обыкновенные камни для дренажа кору мега крупной фракции кору я предварительно вымочила чтобы она была влажненькая такие большие толстые кусочки коры а также обыкновенный лесной мох который я не так давно собирала и ролик на моем канале есть оставлю все ссылочки на все полезные ролики под данном видео в описании в инфобоксе ну что ж приступим пересадки данного фаллинопсиса вам предлагаю присоединиться и посмотреть весь процесс стаканчик я буду резать предварительно посадочку я пролила это было вчера сегодня через сутки я приступаю к пересадке сейчас мы посмотрим что стало с корневой системой старых и как выглядит новая корневая система вне вот этого пластика буду действовать очень осторожно чтобы не повредить вот эти растущие носики корешочков у фаллинопсиса период роста он не прекращался и не прекращается лишь какие-то корешочки которые я травмирую сама они на время закупливаются ну потом возобновляют свой рост и растут вот такие вот зеленые кончики также вот можно видеть и здесь выглядывают зеленые кончики корешков и в посадке тоже имеются кончики корешков все это показание как раз к удачной пересадки когда корни фаллинопсиса находится в активной фазе роста выглядит вот так то фаллинопсис можно пересаживать я надрежу пластик в нескольких местах и постараюсь действовать очень осторожно чтобы не повредить листву листва очень красиво еще хочу обратить внимание вот на данные пятна на листве фаллинопсис так и получил в таком виде с такими желтыми пятнами я думала что это хлороз и очень активно интенсивно боролась с этими проявлениями но фаллинопсис никак не реагировал пятна не исчезали вот этот лист тоже появился в моих условиях и на нем тоже имеется небольшая такая светловатая прожилочка ну вот уже данный листик растет без таких желтых проявлений он глянцевый очень хорошенький кругленький и ребристенький смотрела видео ролики которые снимались в азиатских теплицах у тех людей которые выращивают для нас с вами данные растения и они это не считают никаким дефектом они считают что это проявление слишком яркого освещения у них это солнце и тогда фаллинопсис они свои начинают притенять когда на их листьях появляются пятна и данные пятна уже как бы ничем не выведешь ничем не вылечишь они не приносят никакого вреда просто появляется вот такой желтое пятно на листе фаллинопсиса и так она с ним будет до конца жизни этого листа это тот момент когда это еще не ожог но получается такая реакция растение на слишком яркое освещение ну вот в моих условиях он немного адаптировался к моим лампам и ему все понравилось хотя вот на этом листочке все-таки желтенькая прожилочка имеется вот а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот так я его очистила, словно бананчик И теперь осторожно извлеку весь корневой ком Из этих останков пластика Вот так выглядит его корневая система Смотрите, это прямо великолепное такое зрелище Я закладывала большой слой дренажа, треть Как я это и полюбилась мне такая посадка Практически треть дренажного слоя Здесь еще видите, какая старая посадка Я использовала уголь Но сейчас я уголь не использую И в новую посадку я ему уже не буду закладывать уголек Он опутал все-все-все кусочки и коры, и угля, и керамзита Вот немножко здесь осыпается Но посмотрите, какие великолепные корешки Здесь растут молодые корешочки Да, можно видеть И в принципе вся корневая система выглядит великолепно Вот такие корни вырастают на моих полинописах Вот, и посмотрите воздушные корни, которые вылезли из горшка Изначально все корешочки росли вниз в горшочке И как я уже показывала и объясняла данную ситуацию Они делали несколько витков И по вектору роста они поднимались вверх Вот где им было удобно И видите, место выхода это практически одна точка Вот так выглядит Также в этом месте они все продолжают стремиться в это место Вот так выглядит корневая система Очень красивое зрелище И знаете, я даже не буду здесь ничего ломать Не буду ничего разбирать Я просто-напросто сделаю как бы перевалку И дополню грунтом тот объем, который нужно будет заполнить Смотрите, какие корни он стоит без стаканчика Без какого-либо стоит на своих собственных корешках Просто какое-то чудо Вот-вотку не сглазить Но корни моих фалинопсисов я отращиваю вообще без проблем Нарастает вот такая корневая система С моей техникой полива и с моими посадками Беру горшочек 15 диаметра Как раз очень великолепно подходит он под эту растенницу И делаю закладку Первым слоем, как всегда и как обычно, я буду использовать камни Камни промыты теплой водой И больше ничего я с ними не делаю Так, я думаю, будет достаточно Меня как-то спрашивали, как я стерилизую грунт Конечно же, этот вопрос немного поверг меня в небольшой шок Я не стерилизую грунт для посадки своих фалинопсисов Я считаю, что это излишняя мера предосторожности Наверное, кто-то хочет предостеречься от каких-то болячек Всяких разных, которые могут содержаться инфекций в грунте Но я использую постоянно новый грунт Я использую живой мох, лесной мох, или спагмос, или сфагнум Неважно, какой мох я использую Но я никогда не стерилизую грунт для посадки своих фалинопсисов Во-первых, используя лесной мох или какой-то другой Я заношу, наоборот, полезную микрофлору Которая помогает моим фалинопсисам справляться с патогенной микрофлорой И в результате чего вырастают вот такие вот шикарные корни На стерильном грунте можно вырастить стерильное растение Я не говорю, что оно не будет расти на стерильном грунте Будет Фалинопсисы, такие орхидеи, они будут расти даже без какого-либо грунта Но в стерильном грунте мы вырастим стерильное растение Без всяких грибков и так далее И если вдруг при малейшем переливе или понижении температуры И в совокупности вот этих неблагоприятных факторов для растения Оно очень быстро заболеет и растение можно потерять Также подобную корневую систему, я считаю, можно вырастить только на органическом грунте Корни фалинопсиса способны брать те вещества, которые им необходимы Из тех кусочков органики, которые я предоставляю для своих орхидей Будь то мох, хотя он не несет никакой питательной ценности Но все равно разлагаясь он превращается в некую органику Также кора, все равно она потихонечку разлагается И вот можно видеть пример того, какая корневая система нарастает при таких условиях И это не единичный экземпляр, который я вам показываю Мои постоянные зрители уже знают, что у всех моих орхидей У многих отрастает очень хорошая корневая система Будь то это орхидея размер 1,7, вновь полученная Видели через полгода, какая корневая система Тоже рвет пластиковый стаканчик Или будь вот уже взрослое растение полученное Еще раз хочу показать, что корни растут и от шейки И также ветвятся корешочки И растут по всему периметру корневого кома Есть вот один пропавший корешок Так вот он здесь и накрученный Но корням свойственно пропадать Срок жизни у них тоже определенный есть свой Ничего в этом страшного нет Но самое главное, что вот такая вот корневая система Огромная Что фалинопсис может стоять даже без посадочного горшочка Примерочка Я вижу, что по высоте мне нужно убрать Несколько камушков И вот так вот будет очень хорошо Далее я закладываю вот такой кусочек муха Причем зеленым вот этим Самими веточками зелеными я буду класть вниз Чтобы у фалинопсиса была питательная среда Которая содержится на корнях этого мха Это сами корешки А также вот всякие палочки Это лесная среда, с которой я взяла этот мох Конечно, мох нужно было бы сначала Замочить, но я буду использовать его Прямо так Потом я полью посадку Ничего страшного здесь не будет Еще хочу обратить внимание на такой момент Наверное, некоторые из вас уже заметили Вот здесь такой белый участок Вот я сейчас ловлю фокус Чтоб это было лучше как-то видно Это небольшое образование грибницы Которая также ничем не мешает Жизни, жизнедеятельности корневой системы И всего растения Наоборот, я считаю, что появление данной грибницы Способствует активному росту Как корневой, так и листовой части растения И во многих посадках моих орхидей Время от времени образуются вот такие грибницы Иногда масштаб поражения грибницей корневого кома Гораздо значительнее И может охватывать все кусочки Образуется она на кусочках коры в основном Но иногда может заселяться на корнях Ни одна орхидея, ни один корень не пропал Из-за того, что образовалась грибница И ее я не убиваю никакими перекисями Никакими противогрибковыми препаратами Грибницу я ни в коем случае не трогаю С этой грибницей мои орхидеи чувствуют себя очень замечательно Кто бы там чего ни говорил, кто бы чего ни писал На практике я наблюдаю вот такой момент Что когда образуется грибница Конечно она образуется от возможно чрезмерного полива Не постоянного, а кратковременный случился перелив Чуть побольше налила водички Или же температура в помещении чуть понизилась И испаряемость и поглощаемость влаги корнями И испарение ее через листья замедляется И тогда происходит такой небольшой дисбаланс Застой влаги Что ведет к образованию вот этой грибницы Это как раз такие очень хорошие условия Для ее образования Но после этого растение начинает расти и развиваться Конечно специально я эту грибницу не развожу Но мной замечен вот такой факт Многие очень спрашивали тоже Много я читаю статей разных групп, разных сообществ Где новички показывают вот такой фрагмент Или даже бывает весь корневой ком в этой грибнице Это мелкие такие беленькие шарики И спрашивают что делать И просто глаза лезут на лоб От того что люди начинают делать с этой грибницей Вот пусть вам будет примером Мой вот этот пример данный И смело могу сказать из своего опыта Что это растение ничем не мешает Стоит только как следует просушить Как тут же эти шарики становятся неживыми Они просто замирают в своем развитии Но никуда из посадки они не денутся Кто-то начинает вынимать эти кусочки Кто-то заливать перики Все еще раз повторюсь Я не делаю ничего С этой грибницей мои растения живут замечательно Еще я как-нибудь в своих роликах покажу горшочки Где поражение грибницей довольно-таки такое обширное Но я говорю что это поражение чисто условно Я не считаю это поражением Я считаю это симбиозом Приступлю к посадке Все что заправится в посадку Я аккуратно заправлю Те корни которые не будут влезать и поддаваться Вот этому заправлению Я не буду трогать Пускай несколько корешочков так и останутся на свободе Ну что ж Вот так вроде бы все прекрасно смотрится И начинаю закладывать крупную кору в посадку Прямо вот такими вот здоровыми оковалками Останутся хорошие воздушные карманы Экспериментирую А потом вам с удовольствием покажу Как это растение будет развиваться дальше Главное не поломать, не повредить корешочки И вообще причинить как можно меньше травм Все оставшиеся вот такие большие пустоты Я заполню лесным хом Вот тут листочек попался Все пойдет туда Вот таким образом я совершила посадочку Перевалочку, пересадочку своей орхидеи В Делук Пенеда Получилась очень аккуратненькая такая посадочка Очень симпатичная Вот так выглядят корешочки данного растения Растут новые молодые корни И думаю теперь, что ей будет намного вольготнее Также несколько корней осталось у стенок горшка Чтобы мне было легче наблюдать за ними И я убрала несколько корней воздушных в посадку Но несколько корешков так и будут двигаться здесь вне горшка Думаю, что посадочка ей понравится Корневая система у нее очень шикарная Буду ждать, когда корешки прорастут И появятся у стенок горшочка Ну а на этом все С вами была Татьяна До новых встреч!